Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередные новинки из магазина Красное Белое, КБшечки, да, уже можно сказать постоянно магазин сыпет какими-то новинками, вообще не прекращается просто. В прошлый раз было 5 новинок, в этот раз 5-5 новинок и вообще, короче, до этого было еще 5 новинок за месяц, короче, уже или за полтора и до этого еще что-то 3 или 4, то есть по 20 штук, короче, уже затестили. Это будет уже, наверное, последний такой ролик, вот точно недели 3, наверное, беру перерыв от КБ, независимо, то выходят новинки, не выходят новинки, просто хочется уже какого-нибудь другого пивка попить, какого-нибудь другого контента поделать, что, в принципе, сегодня у меня в планах записать и есть. Итак, что сегодня у меня? Соответственно, 2 новинки от томского пива, Лагер и Пилснер, цена 110 рублей, считаю, дофига просто для томского пива. Потом, что у меня? 2 импортных, один немецкий из этой линейки Konigs Gold, в этот раз пшеничная, пшеничная я, в принципе, люблю пиво, уважаю, поэтому будем смотреть, что там за красоту нам сварили в Германии пшеничная. 120 рублей на минуточку. Вчера был в ленте, короче, Lebenweiss 129, то есть оно должно быть не хуже Lebenweiss, в принципе, чтобы оно хоть какой-то интерес представляло. Вот этот француз, Бьерель, или как-то Бьерли, как он там правильно? Бьерель, Бьерель, вот так называется. 120 рублей, скорее всего, это обычный евролагер, ну, то есть это сразу можно сказать, чисто проба для пробы, да, то есть покупать я его, скорее всего, никогда больше не буду, это будет единственная проба. И вот такое вот интересное пиво. Здесь, конечно, постарались маркетологи. Ижевская, премиум, пшеничная, в такой маленькой бутылочке. 0.33, красиво запечатано, здесь вот язычок есть для открывания. В общем, максимально ребята поработали, 80 рублей за 0.33, что, в принципе, соответствует, получается, почти там 100, сколько там, 112-115 рублей, да, за полноценную 0.5, то есть, в принципе, все пиво сегодня получается, если пересчитать на объем, 100+, по факту, все 100+. Так, предлагаю, буду начинать сегодня с лагера в дегустацию, то есть, соответственно, с Крюгера, вот этого лагера, и с вот этого Бьерли. Пока, соответственно, пшенички, пилснер отложим в сторонку. Так, давайте начинать с Томского. Так, что нам пишет производитель? Пиво светлое, пастеризованное, фильтрованное, Крюгер, лагер, экстрактивность начального сусла 11, объемная доля тела спирта 4,2. Состав пива, вода питьевая, солод, пиво вареное, ячмены светлые, хмели продукты. Все достаточно просто, все достаточно стандартно, ничего особо интересного в составе нет, также на казахском языке указана этикетка. Знаю, кстати, в Казахстане пиво томское любят, пиво томское также продается, в широком ассортименте представлено, вот. Так, что неспроста они пишут, да, на казахском языке. Ну, о, томское пиво, как бы, все его знают, город Томск. Так, 110 рублей, пиво у меня свежее, 18 мая, варка, то есть ему еще даже месяца не прошло. Открываем, крышечки откручиваются. Так, давайте томское буду пить из кружек, посмотрим, что там за лагер за 110 рублей сварили. Здесь у меня изначально просто, знаете, такие, ну, скорее всего, это будет просто обычное скучное пиво в стиле евролагера, да, за 110 рублей, которого в масс-маркете этого пива просто полно. То есть, там каждая, даже не то, что каждая вторая, там почти каждая первая позиция по факту в этом стиле сварена. То есть, там 80, не знаю, наверное, процентов, ну, 70, окей, точно сварено именно в стиле евролагера. И стоит он, естественно, на масс-маркетовских пивоварнях дешевле, сильно дешевле. То есть, там 60 рублей, там 70 рублей, что-нибудь такое. Ну, давайте смотреть, что по цвету золотистая. А вот пенка сразу моментально, можно сказать, испарилась. Карба, в принципе, такое вялотекущее, но среднее на самом деле. Арома такая какая-то затклингая немножко. В принципе, солодовая, но немножко какая-то подуставшая, что ли. Пены нет совсем, какая-то странная пиво. Давайте пробовать, всем хорошего настроения. Знаете, такой лагерь даже, не прям евролагерь. То есть, он не пустой, он прям солодовый лагерь. Прям солодовый, такой насыщенный достаточно лагерь, сладковатый немножко. Кстати, во вкусе вот газированность начинает ощущаться. В принципе, вполне себе пить можно под классические пивные закуски, вполне себе зайдет. Опять же, вопрос цены. Нафиг это надо? Как бы чисто такой вопрос. Конкурентов полно, хуже, лучше, на любой вкус, как хотите. Поэтому неинтересно просто из-за цены. А к пиву вопросов в целом нет. Вопрос к ценовой политике. Поехали дальше. Теперь будет... А, по объему не сказал. Объем, кстати, 0,5, да, у Томского. Что можно тоже отнести, в принципе, в плюс. Так, поехали к французу. Пиво Бьерель. Лагерь светлое, фильтрованное, пастеризованное 0,5. Так, производит у нас это дело Сентомер. Сентомер. Так, Франция. Так, где тут у нас характеристики состав? Вода, ячменный солод, кукуруза, экстракт хмеля. А, это еще и с кукурузой пиво. То есть это точно не евролага, да, получается? Экстрактивность начального сусла 8,8. Это как вообще? 8,8, алкоголь 4,8. Таких характеристик даже не помню. Или типа... Как это 8,8 еще может быть? Странные какие-то характеристики. Ладно, короче, алкоголь 4,8, объем 0,5. А цена 120. Открываем. Единственное, что я помню, из французского пива в КБ. Это было пиво Шампиньоль. Была у них линейка, да, пиво этого Шампиньоль. Вот. Стоило оно, по-моему, по 70 рублей тогда. Года 2, наверное, да, назад оно где-то было. Полтора-два. Так, ну, то хотя бы наливается. Ты хотя бы понимаешь, что это пиво, да, наливалось. Здесь есть пена. Смотри. По цвету оно вот как раз немножко, знаешь, такое уже. Полунемец, получех. До чеха прям не дотягивает. Но немножко такого янтарного какого-то оттеночка есть. Легенького-легенького достаточно. Ну, выглядит приятно в кружке. Пена, опять же, карба у нас здесь небольшое, да, какое-то имеется, в принципе. Ну, опять же, будем говорить, если сравнивать с тем же Крюгером, то плюс-минус то же самое, то на то, как говорится, и приходится. Особо тоже не разгуляешься. Смотрим, что у нас по ароматике. Тоже, знаете, такая немножко солодовая, в принципе, ароматика. Ничего интересного. Хмеля, как говорится, не обнаружено в этой банке французского пива. Ну, в принципе, откуда ему там взяться, да. Я думаю, в этом плане все здесь стандартно. Что, давайте пробовать. Да, это пиво, кстати, намного легче пьется само по себе тело. Здесь, кстати, есть немножко горчинки все-таки. Вот в отличие от Крюгера, да, от томского пива. Там горечи вообще не было, здесь горчинка есть на финише небольшая. В принципе, знаете, пьется, кстати, вполне себе нормально. Достаточно, да, пустоватое тело, небольшая такая горчинка на финише. Опять же, претензии именно к пиву там, каким-то дефектам, еще что-то нет. Вполне себе нормальное пиво абсолютно. Опять же, вопрос только, опять же, к цене. Ну, типа, самое что ни на есть простое пиво, водянистое тело, небольшая горечь. Ну, нафига за эти 120 рублей платить? Непонятно. Так, ну что, ребят, поехали дальше. Предлагаю, собственно, пшеничным пивом заняться. Начнем сначала с Ижевска, вот такой вот, премиум. Ижевская премиум пшеничная, нефильтрованная, неосветленная, не пастеризованная. Состав водоподготовленная, солод пивоваренный, ячменный, солод пивоваренный, пшеничный, хмель, дрожжи. Содержание тела спирта 4,5 в 0,33. Допускается дрожжевой осадок. Так, ну, в принципе, ничего интересного. Кто это производит? ООО Пинта, Россия, Удмуртская республика, город Ижевск. Кстати, не уверен, что я пробовал пиво от этой пивоварни. Честно сказать, экстрактивность 12, алкоголь 4,5, ну, плюс-минус окей, в принципе, для пшеничного. А, подождите, здесь же вот есть этот язычок. То есть сделано все, видишь, максимально хорошо. То есть крышка от поступления, там, воздуха, да, защищена вот этой дополнительной фигней. То есть она вот даже мешает, да, то есть я вот, видите, открутил, а она не, ну, то есть создает вот эту вот геморройность дополнительно. Мне вот это вот все не нравится, честно сказать. То есть может кто-то скажет, что вот, это же, типа, хорошо, там, ладно, у меня здесь есть, в принципе, чем это все дело сейчас подковырнуть. Вот, о, открыл, короче, крышка обычная, черная. Ну что, погнали открывать. Давайте проверим, откручивается ли крышка, но опознавательных знаков нет, и она такая достаточно плотненькая. То есть такая она плотненькая прям. То есть в плане именно маркетинга вот такой составляющей у них все вполне себе хорошо. Так, наливать буду полностью. Тем более это 0,33. Лью прям вот так. Ребят, ну это разве пшеничное пиво? Когда я его наливаю вот так вот, прям сверху с налива, с пролива, а где пена? То есть пены нет вообще. То есть это серьезно пшеничное пиво, тут вообще пшеничный солод. Солод пивоваренный ячменный, солод пивоваренный пшеничный на втором месте. То есть получается его меньше, чем ячменного солода. Выглядит это все примерно как какой-то квас хлебный, да, наверное, по цвету. Не прозрачное, а мутное, в принципе. Подумать, что это пшеничное пиво, ну даже не знаю, если честно. Может быть, все что угодно, не знаю. Но выглядит как какой-то квасок, пены нет вообще. Давайте смотреть, что по аромату. В принципе, оно и по аромату, как вот хлебный квас, немножко хлебная закваска, какая-то такая ароматика. Короче, немножко кисловатая какая-то хлебная закваска, ничего интересного. Прям вот класс, классная напоминает. Тем, что кислое, мне кажется, будет сейчас на вкус что-то в этом роде. Ребят, пишите, кстати, в комментариях, кто что пьет. Интересно будет почитать. Давайте ваше здоровье. Ну, сразу могу сказать, удивило, потому что думал, будет кислое, оно не кислое, короче. Немножечко, немножечко действительно кислое, но я думал, прям будет вообще почему-то кислое. Ожидание, реальность немножко. Да, немножко действительно напоминает квас, немножко напоминает какой-то вкус дрожжей здесь есть. То есть, какой-то вот оно такое, знаете. Сейчас маленький-маленький еще сделаю. Чисто вот какой-то реально вкус дрожжей какой-то в перемешку вот с каким-то квасом хлебным. Вот, то есть, пшеничное пиво, вот в моем понимании, вот какое будет вот это. Я даже его не пробую, я знаю, что оно будет в любом случае там плюс-минус в стиле, да. Потому что немцы пшенички делают хорошо. Но вот это для меня непонятное. Премиум пшеничное. Ну, хотя, с другой стороны, я в принципе понимаю, да, это может быть просто какой-то свой стиль. То есть, они же не пытаются там, условно говоря, копировать немцев там, да, или что-то такое. То есть, они делают какой-то свой стиль. Я такое же пиво, по-моему, пробовал. Вкус 90-х. Вот оно было примерно такое, что только было кислое изначально еще. То есть, это хотя бы, оно отторжение такого не вызывает. Потому что нет вот этой вот кисляндии еще такой неприятной. Здесь небольшая такая вот именно хлебная. Но, как по мне, полная ерунда. Вообще, ну, короче, понятно, да. Пока это худшее пиво на сегодня. Погнали дальше. Коникс Голд. Вид Джомани. Да. 80 рублей. Еще раз повторю цену. За 0,33. Так. Где здесь русский язык? Итак. Кёнигс. Пшеничная, светлая, нефильтрованная, осветленная, пастеризованная 0,5. Страна Германия. Так. Так. Где здесь? Состав вода, ячменный солод. Здесь, кстати, тоже ячменный солод на первом месте. Пшеничный солод, экстракт хмеля, дрожжи. Экстрактивность 11,1. Содержание телоспирта 4,9. То есть, экстрактивность здесь выше, да. На самом деле, именно по плотности оно чувствуется, в принципе. Но плотность какая-то вот, живая какая-то вот именно. Само тело мне никак не очень зашло. Объем на 5. Погнали, ребят, открывать. Вот эти вот хреновины, они еще наклеиваются со штрих-кодом. Ну, то есть, когда ты открываешь, у тебя этот штрих-код тупо попадает в банку. Ну, блин. И вот наливается, смотри. Ну, тебе видно не будет, конечно. Смотри, короче. Видишь, как оно? То есть, когда я лил, все время шло пиво по штрих-коду. То есть, все время вот, когда плотно льешь, получается, из-за того, что этот штрих-код висит на краю банки, он, короче, постоянно участвует в том, что через него пиво идет пролив. Через вот этот вот штрих-код. Вот так вот-то выглядит. Ну, как по мне, отвратительно максимально. Вот здесь хотя бы аккуратнее клеят. Как бы хоть бы они их клеили как-то. Сбоку же можно вот куда-нибудь сюда нахерачить. Зачем они его прямо клеят вот на самом ключе-то? Или вообще можно же его, наверное, сбоку куда-нибудь на банку просто присобачить. Зачем именно клеить, я на ключе не пойму. Типа для того, чтобы пробивать было удобнее, чтобы он везде был в одном месте или черт его знает. Ладно, а, это же пшеничка. Давайте чуть-чуть поболтнем и дольем. Тоже давайте сделаем так же небрежно, как я, в принципе, наливал ижевское. То есть пусть они у нас будут в одних условиях. Ну и что говорить? Здесь пены не было вообще, здесь сразу видно пена. Окей, я скажу так. Так, пена, конечно, не самая лучшая. Видали мы пену и получше, по более структурной, по более мелкозернистой, более стойкая. Здесь пена окей, но не там, не на пятерку, скажем так. На четверочку, на четверочку. Вот. В принципе, можно попредираться, но она есть. То есть она, в принципе, будет какая-то небольшая, достаточно стойкая. Карба достаточно высокая, выше среднего. Чопа ароми. Ну вот это узнает сразу классическое немецкое пиво в немецком стиле. Именно пшеничное, да? Банановые нотки. Немножко такие, тоже квасной какой-то темы. Хлебушка. Ну вот такой вот хлебной закваски, да, скорее. И бананчик на первом фоне. Давайте, ребят, ваше здоровье. Попробуем немецкого пшеничного. Ммм. Кстати, знаете, вполне себе, вот, пьешь, что-то вообще вопросов нет. То есть ты понимаешь, что ты пьешь именно немецкий кофе-вайтсен. Такой, кстати, достаточно плотный. Не, не супер плотный, но вполне себе. То есть не совсем лайт-лайт. Такой средний, да, скажем так, по плотности. Чувствуются все вот эти ноты, свойственные пшеничному пиву. Белый хлеб, небольшая кислинка на финише. Немножко вот этого бананового привкуса. Не знаю почему, сейчас прям заходит хорошо. Может, потому что предыдущее пиво было совсем неудачное. Вот, возможно, с этим связано. В целом ничего. Опять же, 120 рублей. Но это уже такая цена, знаете, нюансов, да. Я что еще хотел сказать? Вообще, в целом, про магазин как раз красное-белое. Мне кажется, что магазин красное-белое из того магазина низких цен, да, как я его раньше знал, то есть когда он только появился, когда там куча продавалась. Действительно, хренового пива, но задешево, да. И было какое-то неплохое там немецкое пиво, условно говоря, там по 60 рублей, по 50 рублей. Окей, там инфляция, все понятно. Но не 120, там 80 рублей еще могу понять. Тогда это был бы как бы интерес представлял. 120, я вот вчера был в супермаркете Лента. Это, блин, скидочная цена там 120-130, в принципе, на пиво. Это не какая-то редкая там история. Тот же есть магазин Магнит, да. Там постоянно идут какие-то скидки акций. Понятно, что надо это все вылавливать там туда-сюда. Но тот же Лебенвайз, да, там дешевле стоит, если брать из пшенички. Периодически что-то попадается еще там дешевле. Так что, не знаю, просто сам магазин теряет именно актуальность из-за того, что лично для меня. И потому что мне вот он реально уже надоел. Вот сколько вот новинки я пробую. Вот такого, чтобы за что-то зацепиться и что-то покупать на постоянку, вот желание просто не вызывает. Ну да, вот типа окей. Но ты смотришь 120. Ну и типа, опять же, выбора слишком много за эти деньги. То есть, если бы оно 80 стоило, было бы классно. За 120, опять же, не то пальто. Ну что, погнали, ребят, к последнему пиву. А томский пилснер есть надежды на самом деле, потому что томская пивоварня варит пиво холодный хмель. То есть, хмель у них, в принципе, есть, да, там, в отличие от какого-нибудь инбиола, в котором хмель вообще ты нигде не найдешь, наверное, в пиве. Или в трехсосинском каком-нибудь, условно говоря. Вот, давайте, ладно, смотреть, что тут. Экстрактивность 11, объемная доля спирта 4,2. Состав вода питьевая, солод, пивоваренные, ячмены светлые, хмель и продукты. Изготавливает также томское пиво. Также на казахском языке информация. Крышка откручивается. Пилснер, что тут еще сказать. Частная пивоварня Крюгера. Вот, кстати, знаю, что томское пиво у нас часто продается в разливайках именно на разлив. То есть, в этом плане они хорошо работают. Вот, давайте смотреть, что за пилснер. Надеюсь, будет неплохо. В принципе, за 110 рублей, если будет, ну, какой-то там, в принципе, похожий, да, на немецкий, именно с богатым вот именно хмелем. Да, это, чтобы понимать, пиво именно в немецком стиле пилснер сваренный. Если здесь будет именно богатый хмель, то будет хорошо. Но если будет хотя бы хмель, как, условно говоря, в хамовниках пильзинских, будет хотя бы хорошо в том плане, что, ну, смогли, да, хотя бы сварить тоже с хмелем такое хорошее, уверенное пиво. То есть, понимаете, что оно нафиг не нужно, потому что есть хамовники за 60, зачем за 110, блядь. Единственное, да, здесь окей, 0,5 объем, то есть, в принципе, 10% можно сказать добавить за стоимость. Окей, там хамовники не 60, а 66, там под 70, пускай тогда по этой ценовой политике стоят. Ну, кстати, карба очень высокая, я тебе скажу. Прям карба очень высокая, намного выше среднего. Пена. Выглядит пиво, кстати, весьма приятно по сравнению с лагером, который выглядел вообще никак. То есть, к этому у меня вопросов нет. Выглядит прям классно. Немецкий пилснер по цвету прям очень похоже. Давайте смотреть, что по аромату. Ароматика, в общем, солодовая, с небольшой такой хмелевой травяной горчиночкой. В принципе, вполне себе приятная, никакого негатива нет. Давайте пробовать это пиво. Ну, смотри, тело простое какое-то, совсем пустое получилось по факту. Изначально, да, горечь вот пошла, я подумал, что, ну, может быть. Но потом вот это вот простое тело с какой-то вот, не знаю, таким каким-то полынью, какой-то дешевым вот каким-то хмелем или чем-то таким пошло во вкусе. Не знаю, прям не то. И в послевкусии нет горечи. Остается вот это вот полынное какое-то медицинское, может быть, даже какое-то послевкусие. Вообще не то. Хотя, наверное, кому-то зайдет, потому что я знаю, что у нас вот кто-то любит именно такие хмеля. Я, допустим, нет. Мне нравится хмель вот именно, когда он больше в горечь. Вот именно в горечь, в такую уверенную и все такое. В общем, для меня пилснер нет. Давайте подводить итоги. Что бы я повторил? Но вообще за эти деньги я бы ничего не повторил. Но, наверное, самое здесь приятное по факту, это, оказывается, импортное пиво. То есть, что, по сути, вот этот француз, что, по сути, вот этот немец. У меня, допустим, вопросов именно как пиво вообще не вызывает. То есть, вполне себе... Да не, на самом деле, пшеничка вообще весьма себе хорошая. Даже, в принципе, можно ее даже, наверное, повторить при каких-то обстоятельствах. Опять же, если все вдруг цены поднимут и нигде скидок не будет, в принципе, теоретически, наверное, можно повторить. Но француза повторять не буду, потому что все-таки евролагер, и это у меня все под рыбку идет. То есть, я это самостоятельно вот так вот не пью. Поэтому мне это как бы вот так вот оно не надо. Я лучше там себе, не знаю, там, условно говоря, 4 банки возьмешь там по 60, и у тебя останется как раз на рыбу там 300 рублей. Так что для меня проходняк, но пиво хорошее, вопросов нет. Вот это хреновое пиво, на мой взгляд, просто, просто хреновое пиво. Крюгерлагер под КПЗ ОК, но цена непонятно зачем, и хуже, на мой взгляд, чем вот этот француз. Пилснер специфический хмель. В принципе, может, любители есть, возможно, на такой пиво. Не часто, на самом деле, вот прямо на такой попадаю, потому что хмель действительно здесь есть. То есть, хмель здесь ощущается. Но у меня лично вопросы именно к самому этому хмелю. Мне такой хмель не нравится. Кому-то, может быть, наоборот, зайдет хорошо, будет с удовольствием это пиво залетать. Вот. Такие дела, ребят. В принципе, итоги подвел. Про КБ немножко сказал, что думаю. Давайте, наверное, ребят, на этом буду прощаться. Пишите, ребята, в комментарии, кто пробовал это пиво. Кому что понравилось, кому что не понравилось. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Кто хочет поддержать мой канал финансово, можете перейти и подписаться на Boosty или задонатить на стримах. Всем ребятам спасибо, кто поддерживает мой канал таким образом. Кто хочет поддержать не финансово, можете перейти и подписаться на Zen. Лайк, подписка, колокольчик, естественно, на YouTube. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.